Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Луцка и Волынской области. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости Волынской области. Ну и, конечно же, города Луцк. Мы поговорим традиционно о колебаниях, о тенденциях. Мы рассмотрим процессы, используя интерактивную карту, рассмотрим, значит, какие процессы происходят на рынке жилой недвижимости класс социального жилья. Напомню вам, класс социального жилья это самый большой кластер рынка недвижимости, который, в общем-то, составляет 15 миллионов 200 тысяч квартир. Именно через этот самый большой, повторюсь, кластер мы исследуем не только большие областные города, но и города районного значения, где присутствуют дома многоэтажной застройки, которые относятся к этому классу. Ну и поселки, конечно же, городского типа. Друзья, мы находимся на ресурсе компании Alim Consulting. Для того, чтобы найти этот информационный ресурс, вам необходимо набрать в адресной строке Alimc.net.ua. Следующее действие. Мы ищем такой баннер. Интерактивная карта стоимости недвижимости. Он тоже интерактивный. Нажимаем на него. И он, в общем-то, открывается другая страничка, где мы можем прочитать, что из себя представляет геоинформационная система Alimc.news. Проще ее называть, конечно, интерактивная карта. Вы можете прочитать, как пользоваться этой системой. Также можете прочитать, какие алгоритмы мы вложили в работу данной геоинформационной системы. Но это для любознательных. Сделать можете это самостоятельно. А сейчас нажимаем на вот этот красивый глобус и переходим уже непосредственно на информационный ресурс, который называется интерактивная карта стоимости недвижимости. В верхнем правом углу выбираем Волынская область. Приближается к нам карта до уровня областей. Видим, да, белое пятно такого Волынского область. Помечаем ее. И видим 319 долларов. Класс социальное жилье. Это средняя стоимость квадратного метра в целом по области. Смотрим, что происходило в динамике. Вот видите, как интересно происходит. В каждой области все по-разному. Поэтому давайте июль месяц 317 долларов за квадратный метр. Потом 3 месяца плата, незначительное повышение. И в декабре месяце 319 долларов за квадратный метр. Друзья, ну это нельзя назвать в общем-то тенденцией. Тенденции вам еще раз напомню. Здесь мы видим незначительное повышение стоимости квадратного метра. Но это не тенденции. Тенденции это долгосрочные процессы, которые происходят на рынке недвижимости. От полугода до года. Если гистограмма выстраивается в такую гистограмму восходящую. И мы видим каждый месяц подорожание стоимости квадратного метра. То есть это тенденции к росту стоимости квадратного метра. Если гистограмма выстраивается в таком направлении, то есть снижается. И это мы видим на протяжении 6 месяцев. Каждый месяц идет снижение. То мы уже можем говорить о тенденциях. Здесь же мы говорим о классических колебаниях. Закрываю информацию о городе Луцке. Прошу прощения о Волынской области. И давайте посмотрим города районного значения, которые входят в Волынскую область. Давайте возьмем город Ховель. Я его отмечаю таким. Не будем, наверное, поселок городского типа рассматривать. Владимир Волынский возьмем тоже. Получаю его таким светлым пятнышком. Ну и, наверное, давайте город Любомель. Или Лу-бо-лю-бом-ль. Наверное, ошибка. Любомель. Итак, видим город Ховель. 487 долларов за квадратный метр. Смотрим динамики. В динамике, друзья, та же самая ситуация. Июль 485. Плата снижения. Потом незначительное повышение. И в декабре месяце 487. То есть, это, друзья, классические колебания. Тенденция, к сожалению, не может говорить. Смотрим Владимир Волынский. Смотрим, ну, немножко другая гистограмма. Но, в принципе, ситуация та же самая. Это колебания. В июле 447 долларов. Плата. Потом снижение. Потом незначительный рост. И еще раз незначительный рост. В декабре месяц 449 долларов за квадратный метр. Еще раз напомню, друзья. Это, друзья, колебания. И в городе Любомиль или Любомиль. Та же самая гистограмма. 322 доллара. Это у нас июль. Три месяца плата. Потом незначительное повышение стоимости квадратный метр. И в декабре месяце видим 324. То есть, это, друзья, колебания. О тенденциях, к сожалению, мы не можем говорить. Я уже вам рассказывал, что, в общем-то, много лет исследуя рынок недвижимости. Мы наблюдаем закономерности. Да, наука не изучает уникальные явления. Именно мы видим эти закономерности, повторяющиеся явления. То есть, в городах районного значения, где незначительный рынок жилой недвижимости, мы видим, что за полгода очень сложно определиться с тенденциями. Там, как правило, тенденции начинают, так сказать, появляться 6-7-8 месяцев. Там уже мы понимаем, что происходит. Но в силу того, что маленький неразвитый рынок жилой недвижимости, в смысле небольшой жилой фонд. В городах областного значения мы быстрее наблюдаем тенденции. Но сразу же забегая наперед, скажу, что весь западный регион и города, которые входят в западную группу, западная территориально-экономическая группа городов, они, в общем-то, все, это 8 городов, все показывают нам, в конце года показали положительную динамику роста. То есть, там не снижение, а незначительный все-таки рост за 2020 год. Я закрываю информацию о городах районного значения. Ну, давайте, наверное, посмотрим все-таки, что же происходило у нас в городе Луцк. Для этого нам необходимо, наверное, приблизить на один зум. Итак. Ну и город Луцк в целом по городу, так как город Луцк у нас не имеет деления на административные районы. Видим 506 долларов за квадратный метр. И в динамике видим вот такая интересная история. Июль 508, потом снижение идет незначительно, и потом опять незначительный рост до 506 долларов. То есть, это классические колебания. Мы не можем говорить, к сожалению, о тенденциях. Друзья, напомню вам, что данный информационный ресурс готовился для потенциальных покупателей-продавцов, люди, у которых есть недвижимость, которые относятся к классу социального жилья, могут определиться, в общем-то, с стоимостью своих активов. Риелторы также могут определиться с стартовой, так сказать, продажной стоимостью рыночных объектов, которые они продают, чтобы не продавать, не выставлять объекты по завышенной стоимости. Ну а для оценщиков это, в общем-то, тоже карта-индикатор, который позволяет смотреть динамики процесса, которые происходят на рынке. Друзья, еще раз повторюсь, это открытый ресурс, свободный доступ. Пользуйтесь им и помните, что качественного контента не бывает много. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные могут посылать нахер. Но если у вас есть аргументы. Еще, друзья, помните, что я ваш скромный слуга и компания Алим Консалтинг. Вы путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще, друзья, помните, о статистике недвижимости позаботимся мы. А вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и не забывайте оплачивать жилищно-коммунальные услуги компаниям Монополист. Продолжение следует...